Мне можно, чтобы со мной чудо произошло? Ах, тебе-дох, тебе-дох, тебе-дох. Я напоминаю, я психолог, а никакой не маг, не колдунья. В чем тут игра нашей психики? Ты то, что ты делаешь каждый день. Любая молитва, любой ритуал направлен на то, что ты совершаешь какие-то действия, связанные с твоей верой. То есть если ты живешь в презумпции, что мне всегда везет, то тебе и будет везти. В чем эффект? А эффект ровно в том, как говорят мотоциклисты, куда смотришь, туда и приезжаешь. Насколько я вообще себе разрешаю хотеть? Насколько вообще мне можно, чтобы мое желание сбылось? А где грань между вот мне можно все и я нарцисс? Самая большая ошибка, которую люди начинают делать, что они загадали желание на следующий день. И где? Желание загадывают под Новый год, пока бьют куранты. Что ты вводишь в поисковое окошко, то с тобой происходит. Мозг твой именно это и замечает. Всем привет! Рада вас приветствовать в преддверии Нового года. И в Новый год мы все знаем, что положено загадывать желание. И сегодня мы попробуем загадать желания так, чтобы они обязательно сбылись, потому что у нас с вами в гостях специалист по сбычу мечт. Но это нет, не Дед Мороз, это прекрасная Татьяна Мужицкая. Здравствуйте! Сертифицированная волшебница, я бы сказала. Да, по крайней мере, играющая в это, конечно, сильно. Так-то я психолог все-таки, а то вдруг меня в эзотерике заподозрят. Нет-нет-нет, ни в коем случае. Мы сейчас это все обязательно с вами уточним. Но прежде чем мы это будем уточнять, я скажу тем, кто, может быть, впервые видит Таню у меня в гостях, что у нас это уже какая-то добрая традиция. Мы как начали с Таней два года назад фактически встречаться сначала на большом интервью, а потом, кстати говоря, в одном из самых первых выпусках самопознания мы встретились тоже именно с Таней. И вот теперь мы завершаем этот год вместе с Татьяной Мужицкой. Это ужасно приятная встреча. Но для начала, действительно, давайте, Тань, прежде чем перейдем в область волшебства, оговорим с вами ваши профессиональные, так сказать, навыки, вот в каком ключе. Мы знаем, что все социальные сети, и в частности Инстаграм, который ныне запрещен в Российской Федерации, был переполнен и остается переполненными людьми, которые продают свои курсы. Один из самых главных курсов – это, конечно же, именно потому, чтобы сбывались мечты. Я вот даже когда вас представляла, хотела пошутить, что у нас в гостях не Дед Мороз и не Елена Блиновская. Хотелось бы понять вот что. Значит, есть две точки зрения. Есть люди, которые говорят, а, это вообще все люди-идиоты, которые покупают эти курсы и заплатят такие бешеные деньги. Либо есть другая точка зрения, что таки действительно эти люди, что это, может быть, краем уха слышали, понимали, какие-то принципы организации человеческой психики, которые они успешно монетизируют, несмотря на то, что они не являются психологами дипломированными. Что скажете вы? Ну, я могу сказать вот что. Помните, такая была песня «Ну что сказать? Ну что сказать устроено?» Так люди желают знать, что будет. То есть это древнейшее. Все, что связано с гаданием, с предсказанием, с оракулами, с какой-то вот историей на тему, а можно ли что-то такое повлиять на будущее и загадать желание, она же древнейшая тема, еще до любой профессии. Потому что человек очень хочет определенности, особенно в ситуации, когда вот вокруг непонятно что, когда быстро меняются планы, когда у тебя нет какой-то долгосрочной перспективы, надо на что-то опереться. И поэтому огромный интерес, это, кстати, известный факт, он доказан, что возникает интерес к гаданию, к астрологии, к human design, сейчас модные какие-то направления. Я так говорю, что, собственно, психологи занимаются ровно тем же самым, просто им меньше доверяют. Как в анекдоте, когда крыса к хомяку обращается, говорит, я не понимаю, что происходит. На меня ставят ловушки, меня травят, а тебе покупают какие-то немецкие специальные корма, какие-то шелковые подушечки. В чем проблема? К хомяк к крысе, говорит, у тебя просто пиар плохой. Вот у гадалок, волшебников, дофей, пиар, как говорится, сильно лучший. Мы с детства верим в Деда Мороза, в феи, в ангелов, которые исполняют желания. А про психологов знаем просто очень мало. А они, на самом деле, ровно вот как раз такие волшебники. Просто волшебство заключается в том, чтобы расколдовать человека, и он начал как-то думать по-другому, и на жизнь смотреть по-другому. И вообще разрешил себе хотеть. Я играю в волшебницу и говорю, что да, это весело так говорить. Но на самом деле, конечно, я психолог и серьёзный довольно-таки. Но просто я знаю, как сделать так, чтобы человек сам себя волшебником почувствовал. Я уверена, что каждый человек волшебник. Давайте коснёмся вот какого аспекта. В нашей культуре считается, что вот желание загадывают. На день рождения, да, когда задувают свечки. Желание загадывают. Под Новый год, пока бьют куранты. Есть ли у этой традиции какая-то подоплёка реальная? Ну что, это действительно вот неспроста. Я смеюсь, что в этот момент в небесной канцелярии жуткие вообще пробки и авралы, потому что она работает 24 часа в сутки, 365 дней в году. Но именно под Новый год и в Рождество там просто, наверное, колоссальное столпотворение, потому что только в день рождения и только под Новый год человек позволяет себе чуть-чуть, вот так приоткрыть чуть-чуть чёлочку и выпустить внутреннего ребёнка, который верит в чудо. Потому что так-то мы серьёзные люди знаем, что чудес никаких не бывает, что есть вот теория вероятности. И вот только так всё происходит. А я-то как раз, наблюдая за жизнью, верю в теорию невероятности. У меня даже книга есть, которая так называется. Это «Исполнение желаний. Чудо или искусство системно мыслить». И я-то как раз вот за второе, что если ты себя сам не ограничиваешь, если ты по-другому вообще формулируешь задание для своего собственного мозга, то ты будешь гораздо более счастливым просто по определению, и всё. И не обязательно в день рождения и в Новый год. Конечно. Просто в день рождения и в Новый год – это как бы традиция. Все со стороны тоже понимают, что ты нормальный, просто праздник у тебя. А так ты научишься, будешь ходить и говорить, что желания сбываются. Ты же взрослый, серьёзный человек с высшим образованием. Как ты можешь? Ну и то, я думаю, когда мы желания загадываем, там и под Новый год, и в день рождения, мы не рассчитываем на их буквальное исполнение. Ну нет, конечно. Ну так как-то для… Ну принято так, но мы загадываем, не знаю, чтобы… И вот это как раз очень, опять же, опасная история, почему они не сбываются. Я же такой вообще инженер внутри, мне надо на всё логику подключить, чтобы была точная, строенная система. И это нам в вас очень нравится. Да, поэтому я в своё время, когда думала на эту тему, довольно рано я ей заинтересовалась, нарисовала декартовые координаты. Есть две оси. Да. Вот одна ось, значит, что от меня зависит и от меня не зависит, и вторая ось сознательно или бессознательно. Получается, есть четыре квадрата. Первый квадрат такой, когда от меня точно зависит и сознательно. Какие тут чудеса? Тут как в стишке, пирожке, таком «Судьба скупа нам на подарки». Здесь только каждый за себя. И если ждёшь в постели ты кофе, заваривай, ложись и пей. Вот сам решил, сам мечту, пожалуйста, намечтал, хочешь дом, значит, начинаешь на него копить, зарабатывать, там всё, строишь цели, там никаких желаний и мечт нет, там есть цели. Но люди тоже могут эти цели снабжать энергией, пожалуйста, называют это желаниями. Но они привыкли всё контролировать. А вот когда вы говорите, что мы куда-то, вот туда, да, это что значит? Это квадрат, когда я вроде бы сознательно, я понимаю, чего я хочу, но от меня это не зависит. И я это как будто бы отдаю на аутсорс, говоря деловым языком, или делегирую каким-то высшим силам или какой-то большей системе. А тут начинается очень интересная игра. Если я это делегирую в большой системе, я же не могу это контролировать. Самая большая ошибка, которую люди начинают делать, это они загадали желание на следующий день. И где? Послезавтра. А где? Ну, не понимаю. Но не сбывается. Не сбывается, да. Потому что им кажется, что вот они знают два способа, как это должно произойти, а у Вселенной вариантов решения вашей задачи гораздо больше. И если мы... Ну, я буду иногда термины такие использовать волшебные, а иногда совершенно реальные. Ну, волшебный термин – это типа Вселенная, а реальный – вот какой. Я вдруг начинаю смотреть по сторонам гораздо шире, чем обычно. И вдруг начинаю замечать то, чего раньше не замечал просто. Начинаю замечать какие-то другие возможности. И очень часто, ведь вы знаете, наверняка такие истории, когда, например, девушки загадывают желание про любовь, или молодые люди, и вдруг выясняется, что этот человек с тобой уже там два года рядом работает, или там твой сосед уже на тебе машину чистит каждое воскресенье. И ты вдруг его замечаешь. Говорит, да не может быть, что, Димка, что ли? Да ладно. Потому что вдруг у тебя за пределы твоих рельсов внимание куда-то дальше пошло. И ты начинаешь допускать другие варианты. Ну, то есть, когда ты загадываешь желание, и куда ты его туда отдаёшь, фактически ты программируешь сам себя. На то, что оно может иметь другие варианты, не те, которые ездят. То есть, чтобы просто шире смотреть. Во-первых. А во-вторых, у тебя же всё равно вот эта вера есть. Ты же уже его туда загадал, вспомнил какой-то ритуал, возможно. Там кто-то специально вместо силы ездит, кто-то там какие-то делает прям карты желаний. Почему карты желаний, кстати? Они работают. Почему? Потому что человек несколько часов специально фокусируется и думает о том, чего он хочет, фиксирует это, потом начинает искать. А где же исполнение? Ну да. Вот. И вот за счёт этого оно и начинает работать. Что мы начинаем просто замечать то, чего не замечали раньше. Знаете, я не так давно переопубликовывала у себя в Телеграм-канале такие чудесные слова Антони Хопкинса, который писал о том, что он в детстве услышал такую легенду относительно того, что была засуха, умирал скот, умирали люди. И шаман сказал, значит, своему народу, что делайте рвы, роете рвы для дождя. И ему отвечали, значит, его соплеменники, что как бы для чего рыть рвы, когда вот мы все умираем от засухи. А он говорил, роете рвы, и дождь придёт. Замечательное у него продолжение, это историю Хопкинса, что верьте, верьте. Вот обязательно верьте. Вот что говорю вам я, значит, там, 80-летний старик. Если вы хотите узнать, чего я могу посоветовать всем, пройдя свою жизнь, что надо всегда верить, верить, никогда не отчаиваться и верить. Но вот если разбираться в этой, как сказать, в механике, что ли, о которой говорит вот этот вот шаман... Очень понимаю, как она устроена. В чём тут игра нашей психики? Я сейчас... Это очень мне понятно, когда мы говорим, что такое верить. Ну, это очень такое общее слово, что значит верить. Верить – это значит из огромного количества вариантов выбирать всё время одно и то же направление. Может быть, не один и тот же путь, но направление. Вот у меня есть точка на карте, и я в эту точку добираюсь. И даже если у меня судьба вдруг занесла сюда, я оттуда простраиваю маршрут. У меня в голове всё время, напомню, серьёзно, мозг так и работает. Работает навигатор, который меня в эту точку всё время рассчитывает. Каждый день маршрут из любой абсолютно там ямы, из любого леса, в котором я заблудился, всё время маршрут до этой точки. Это называется верить. Причём я делаю это совершенно бессознательно. Нет, если сознательно, это вообще круто. Поэтому ройте рвы, он им что сказал? Когда вы будете рыть ров, у вас не будет вот этого. То ли будет засуха, то ли мы умрём, то ли нет. А что же делать? Человек разбрасывается, и в результате сюда немножко усилий, сюда, 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 а равнодействующее равно нулю. А здесь они начали всё делать, приняли решение, что будет так. Вторая вещь, которую сделал этот потрясающий шаман, я, кстати, не знала эту историю, спасибо за неё. Он сказал, предпринимайте действия, потому что человек так устроен, ему надо что-то делать, ему надо действовать. И вот это вот не зря человек бегает по потолку с криками, надо что-то делать, надо что-то делать, что-то надо делать, надо что-то делать, потому что он понимает, что правда, надо что-то делать, но не знает, что. Когда у нас уже есть вот этот вектор, компас нам показывает, что действует нам туда, значит, надо делать какие-то действия. они могут быть даже нелогичные. Возможно, вы знаете такой термин, наверняка, профессиональный контент-анализ называется. Это так определяли, ну, например, вы попадаете на какой-нибудь сайт, надо понять, о чём он. И прям программа контент-анализ, какое количество самые часто употребляемые слова, например. Если там слово «мама» употреблено, то мы понимаем, что это про материнство, наверное, сайт. А если там слово, например, какой-нибудь «спорт», то, наверное, «нездоровый» про спорт. Вот. Мозг ровно так и делает. Он, ну, только он анализирует не слова, а действия. Ты то, что ты делаешь каждый день, говорят буддисты. Если ты роешь ров, то мозг такой, а-а-а. Ты ждёшь дождь. Точно, мы же верим, мы не просто вера, и, соответственно, молитва таким образом осуществляется, любая молитва, любой ритуал религиозный направлен на то, что ты совершаешь какие-то действия, связанные с твоей верой. И третья очень важная вещь – коллективная история. Когда человек один, ему свойственно сомневаться всё время. А когда есть рядом с ним хотя бы один ещё человек, так называемая группа поддержки, чем больше, тем лучше, тогда никто не смеётся над тем, что ты тут как дурак кров роешь один. Да, мы все вместе это делаем. И если даже я начинаю сомневаться, думаю, ну ладно, но они-то ведь не дураки. В идеале это может быть игрой. И вот эта вот игра, вообще состояние игры – это как раз состояние волшебства. Потому что, например, маленькие дети, они всё время живут в волшебном мире. Что это означает, вот это волшебство? Давайте попробуем в этом разобраться, потому что оно звучит классно, но я думаю, что в этом эффект какой-то большего доступа к нашему сознанию, от чего мы закрыты, мы взрослые люди. И вот это вот у меня третий квадрат есть на моей вот этой любимой схеме из книги. Там есть, значит, от меня зависит, но бессознательно. Это что? Это квадрат можности. Насколько я вообще себе разрешаю хотеть, насколько я разрешаю себе вообще получать подарки, насколько вообще мне можно, чтобы моё желание сбылось. Потому что очень часто люди отказываются от вариантов ровно потому, что не, ну не может быть. Ну что вы, ну нет. Ну это не про меня. Не про меня, да. Со мной такого не случалось. Или я не так давно, вот год назад у нас там магазин открылся шаговой доступности, вот. И они сделали такую акцию каждому, не знаю, сотому покупателю, его покупка за рубль. И вот как раз передо мной стояла женщина, такая, в общем, деловая, явно с работы шла, и она там накупила, ну тысяч на пять всего. И вот ей ура, и продавщица говорит, да, кассир говорит, ура, у вас вот призовая покупка, за рубль вам вот это всё. Она так возмутилась, она сказала, вы что из меня тут нищенку делаете, это бабушкам оставьте, как вам не стыдно. В общем, а девочка говорит, а у меня я не могу ничего, у меня касса же автоматически посчитала её, это не я. В общем, у них там был скандал, а потом подбежал мальчик, не знаю, лет восьми, сказал, можно, можно мне, можно это моя будет покупка за рубль, вот можно мне вот шоколадку? И все очень обрадовались, потому что у него уровень можности такой, мне можно, чтобы со мной чудо произошло. А эта женщина говорит, я контролирую свою жизнь, со мной не может не произойти никакого чуда. И вообще, что это за безобразие такое? Поэтому здесь очень важно, когда я говорю про состояние волшебства, это состояние, когда человек, в принципе, готов допустить, что может что-то произойти не по тому сценарию, по которому он придумал. Ну, например, да, вот любимый фильм всех времён и народов «Ирония судьбы». Это же фильм вот ровно про какое-то чудо, что вот каким-то чудесным образом встретились два человека. Современная молодёжь не понимает вообще, что это за фильм такой, говорит, в чём прелесть стал, алкоголик вломился, нарушил границы, что это за безобразие. Вёл себя как токсик. Вёл уже, да, как токсик. Понятно, что этот план не входит. То есть как, если девушка там загадала, что я вот хочу мужчину, чтобы влюбился в меня. Понятно, что она имеет в виду тот мужчина, на которого я уже давно обратила внимание, имею вид, и вот он наконец-то возьмёт и влюбится в меня. А бывает совершенно по-другому, что влюбляется совершенно другой человек, она его не замечает. А бывает наоборот, что она загадывает там, не знаю, какого-нибудь олигарха, а когда настоящий олигарх правда обращает на неё внимание, она говорит, ой, нет, ну что вы, не, ну я недостаточно. Я не готова. Я не готова, это не может быть, да он несерьёзно. И вот этот вот уровень можности, он как раз, я почему и говорю, что игра, когда там нет суперсерьёзности. Вот те желания, если вы вспомните, которые были не суперзначимые, вот такие вот сейчас или никогда, я должен занять первое место, иначе умру. А такое, а вот было бы классно, если бы вот, ах, билет бы нашёлся, ну нет билетов на поезд, или на самолёт, о, внезапно, вот он. Было бы здорово, и вот, пожалуйста. Потому что, в принципе, человек готов, ну, сказать, если не исполнится желание, мне тоже не будет суперплохо. Но тогда, получается, нельзя загадывать никаких желаний про любовь, потому что на любовь женщины делают такую ставку. Вот, я бы сказала, нельзя делать такую, вот такое лицо. Вот с таким лицом точно нельзя загадывать никаких желаний, о про любовь, так вообще, конечно. Потому что, если вы хотите загадать желание про любовь, я напоминаю, я психолог, никакой не маг там, и не колдунья, да? Главная фишка мозга, он понимает, с чем ему можно сравнивать, как он поймёт, что это то самое. Поэтому надо загадывать желание, как я себя хочу чувствовать. Про себя. И здесь это, кстати... Не про то, какой будет он. Да, самая большая ошибка. Чтобы мне вот принц на Роллс-Ройсе вот приехал. Да. А потом оказывается, что он скучный, душный и неинтересный, и вообще там, не знаю, асексуальный, и у него... Но главное, что его и мозг не очень распознает, потому что он говорит, а где здесь я? Ты как к нему относишься? Да. И вот это очень важно, потому что, когда ты очень чётко про себя понимаешь, как ты хочешь себя чувствовать, то на это вообще-то имеет смысл, возможно, потратить побольше времени даже. Для чего? Почему так говорят? Ой, надо загадать желание, пока вот... Фу, задуваешь свечку на день рождения. Не, минуточку. Надо сначала целый год... Вести подготовительные работы. Именно! А потом сказать, и вот теперь моё желание номер 34, пусть сбудется. И ты это делаешь за секунду. Давайте вот поговорим ещё о таком замечательном эффекте пигмалиона или эффекте розентали, который когда-то на меня произвёл невероятное впечатление. Я напоминаю, мы его обсуждали как-то в программе с Ларисой Сурковой, когда говорили о школьном воспитании, но не грех напомнить снова чудесный этот пример о том, как, значит, в класс пришли учёные, которые сказали, вот, знаете, мы провели тесты, значит, и обнаружилось, что у вас в классе, значит, условно говоря, там из 30 детей 10 человек гений. В реальности никаких тестов никто не проводил, дети все были абсолютно одинаковые, но к концу года именно эти 10 детей оказались с сильно повышенными результатами по всем предметам. В чём эффект? А эффект ровно в том, как говорят мотоциклисты, куда смотришь, туда и приезжаешь. То есть если человек уверен, что, не знаю, Вселенная мне помогает в моём желании, ну или Бог, или там большая система какая-то, смотря как ангелы, не знаю, кому загадываться. Кто как себе представляет это, да. Но если я знаю, что вот точно совершенно Вселенная меня поддерживает, то каждый день я нахожу какие-то признаки поддержки Вселенной. А если я думаю, что весь мир ополчился против меня, то я тоже каждый день буду находить признаки того, что весь мир ополчился против меня. Так устроено мышление. Оно собирает вот так точки и обобщает их. Ну, то есть получается, что та, поскольку мы говорим сейчас о подготовке к исполнению желания, что та установка взгляда на жизнь, условно говоря, она тоже имеет значение. То есть если ты живёшь в презумпции, что мне всегда везёт. Да. То тебе и будет везти. То есть, по крайней мере, твоё сознание будет замечать вот этот вот эффект, что ты будешь замечать те моменты, когда тебе везёт. Называется ошибка выжившего, но в данном случае выживший, которому везёт. Да, смотрите, важно, почему я вспомнила именно про эффект рейзонталя, потому что мне кажется, что это такая интересная, как замкнутая система. То есть и дети, которым сказали, что вы 10 гениев, как бы знали это, и говорили, о, мы гении, мы развеёмся. И учителя, соответственно, смотрели на каждое их проявление, как на то, что вот, смотри, вот подтверждение. И одноклассники смотрели на своих, как бы, одноклассников, как на, ой, смотрите, как они здоровы там, и так далее. То есть так или иначе, ещё мы понимаем, что эти дети жили в, как это сказать, очень доброжелательной и благоприятной среде. Это имеет значение? Конечно. Похвала некая такая. Это ровно то, о чём я и сказала, что не всё равно, в какой среде. Вот почему они все вместе рейлеров? Ну да. Да? Потому что среда поддерживала тоже эти убеждения. Ага. И вот эту можность. И говорил, да, тебе можно, тебе можно считать себя гением. Или как Полунин, обожаемый мной, тоже в своих интервью рассказывает, что когда заканчивается спектакль, там снежное шоу, он приходит за кулисы и говорит своей прекрасной труппе. Ну как же так, а? Ну как? Ну вот опять прекрасно. И в этот момент действительно совершенно это окрыляет, правда. Потому что мы выросли в среде, где считалось, что надо обязательно, чтобы была конструктивная критика. Люди ведь и сами к себе так же относятся. Да. Вот. А здесь люди получают подтверждение и снаружи, и от самих себя, что кажется, моё желание может быть сбыться. Вот что нам делает с этим? Смотрите, мы живём в мире, который, к сожалению, переполнен. И для этого у нас появилось специально короткое английское слово, хотя у него сейчас найдено прекрасный аналог русский хейт, хейтер, а аналог русский – это злопыхатель. О! Да? Хорошее какое слово. Хорошее. Вот. Так мы живём в этой среде не очень доброжелательные друг к другу. Все друг друга только отслеживают на предмет того, что на опять ты то не сделал, то ты не сделал, не смогла. Можем ли мы как-то сами себе помогать? Можем ли мы сами для себя, но если у нас не получается подтянуть всю окружающую нас среду коллег, друзей и родственников, то сами себя как-то подбадрим. Ну, можем, конечно. Мало того, я бы сказала ещё и, так я сурово посмотрю, скажу, должны. Да. Должны. Сам себя не подбодришь, ходишь среди злопыхателей. Да. А так вот, каким образом, значит, первое, это смотреть по сторонам и выискивать примеры тех людей, у которых получается, у которых хорошо, те, у кого сбываются желания. Я обожаю читать всякие биографии разных интересных людей, там, звёзд, писателей, да, режиссёров, там, спортсменов, и обязательно в этих биографиях присутствует его величество случай. И вот это вот начинать замечать вот эти моменты теории невероятности и прямо собирать коллекцию таких историй волшебных. Хвалить себя. Хвалить себя. Но не просто себя хвалить, это я уже на каждом интервью, наверное, я миллион раз, когда в 20-24 будет уже в новом году, в 20-24 поставить себе будильник, чтобы он задавал тебе вопрос, почему ты сегодня молодец. Ответить ни почему нельзя, надо обязательно найти хотя бы пять вариантов, ну, потому что я встала, потому что, я не знаю, сегодня пришёл на работу, потому что я красиво оделась, и потому что я... Мне очень помог ваш, в принципе, я о нём узнала два года назад на нашей самой встрече, самый первый с вами интервью, но меня это очень приучило, должна сказать, потому что я люблю сама про себя сказать, как и многие, я думаю, женщины, когда что-нибудь я забываю, что я могу сказать дура, сам про себя... Вот это я про себя говорю меньше теперь, а говорила в огромных количествах. Я стала не только вот в определённое время по будильнику отвечать, почему я именно сегодня молодец, а в целом стала к себе относиться лучше. И качество жизни меняется. Да, когда я стала себе хочется сказать, вот дура, я говорю, типа не обижай так мою девочку, сама себе говорю, я... Вот дура могла бы сказать какая-нибудь злопыхательница мой адрес, а я... Нет, но она устала, устала, но немножечко растерялась. Сейчас зато... Смотри, какая она умница. Сейчас она всё придумает так, как выйти из положения, как мало кому удастся. И вот это, Юля, очень мощное... То, что спасибо, что вы это рассказали. Для меня это очень важно, потому что мне очень важно, чтобы техники, о которых я рассказывала, чтобы они жили действительно применимы, какой от них эффект. Это то, что называется там вот стань идеальным родителем своему внутреннему ребёнку. Потому что у нас вот куча вот этих внутренних критиков, мы нацепляли их там за всю жизнь, какие-то воспитательницы из детского сада, какие-то противные училки, какие-нибудь, не знаю, нелюбимые подружки, в кавычках, которые там... Просто строгие родители, требовательные тоже. И вот эти голоса остаются, поэтому у нас там целая толпа каких-то критиков сидит, а я всегда говорю, давайте их уравновесим внутренними хвалителями. Вот прям наймём штат, команду поддержки, чтобы они говорили, как хорошо. Вот то, что вы сейчас сказали. Вы зачем мою девочку обижаете? У неё всё получится. И вот это вот очень важный момент. И оказывается, вот вы говорите, что мы живём в мире полном злопыхателей, хейтеров и вот этого всего. К сожалению, соцсети очень спровоцированы. Да, и самое смешное, что в этих же соцсетях есть огромное количество прекрасных людей. Тоже правда. Вот сейчас я вот же читаю комментарии под вашими тоже интервью, я не только наши с вами смотрю, я вообще вас смотрю регулярно и очень люблю. Спасибо, нам это приятно. И да, с огромным удовольствием. И если посмотреть, каких комментариев больше? У меня? Да. Хороших. Вот. И это всегда там есть люди, которые пишут, а, вот эта ферма работает, типа, что я... А я понимаю тоже, кстати, говорю, что у меня за годы жизни сформировалась какая-то моя аудитория. И у вашей вселенной вот такое лицо. Там хороших людей больше. И в целом вот очень важно, что какую реальность ты создаёшь. Есть же, ну, есть такое стихотворение, в одно окно смотрели двое, один увидел там что-то там, небо голубое, а второй лужи и грязь. Да. И это постоянная история. Я всегда веселюсь, конечно. Я очень давно уже не спрашиваю друзей, там, если человек там был, допустим, там, в Стамбуле, как тебе Стамбул, куда там пойти. Потому что это два диаметрально противоположных Стамбула, может быть. Один может говорить, это отвратительный город, грязный, шумный, вообще-вообще не... Это моя реакция. Отвратительный, там нечего делать. Второй говорит, боже, сказочный Стамбул, маленькие кафешки, это же такое там... Да-да-да. И это будет абсолютно тот Стамбул, который мы заслужили, согласно вашим убеждениям. Потому что человек находит ровно то, что привык находить. И я как раз считаю, что каждый человек, в общем-то, если взрослый человек, потому что можно, я всё время говорю, что можно всё, если ты взрослый. Ты берёшь на себя ответственность за то, какую реальность ты вокруг себя создаёшь. Где ты живёшь, с кем ты живёшь, почему ты именно так живёшь, почему ты на это обращаешь внимание. И что ты транслируешь в мир соответственно. И что ты транслируешь в мир. И я уверена, что те, которые говорят, что одни хейтеры кругом, просто умеют замечать хейтеров и реагировать на них, а благодарные комментарии воспринимают как должное и не ценят их. Ну, конечно, написали сто прекрасных слов. Ну, один-то гад такой придрался к тому, что у меня бородавка на носу. Слушайте, ну вот смотрите, ещё одна важная, мне кажется, тема, чтобы у нас загадывались эти желания, соответственно, эффективно работали, это привычка разрешать себе малое. и вообще уверенность в том, что всего надо добиваться с трудом, что нужно обязательно что-то преодолеть, что должна быть какая-то невероятная борьба, что вот тогда можно заслужить, что ли. И это вообще отдельная история, уровень можности, потому что мы действительно дети эпохи дефицита, потому что наши родители нас воспитывали так, ну и сами так росли, что раньше думая о родине, а потом о себе, это было оправдано. Они восстанавливали после войны страну, и вот этот вот героический импульс, я помню, что меня это потрясло абсолютно на первом курсе МГУ, когда я училась, или на втором, ну где-то вот там. Это был 93-94 год. У нас был такой предмет социология, и нам надо было сделать опрос на любую тему, но по правилам социологического опроса, там опросить больше ста человек. 800 человек я опросила, разных самых, вопрос был очень простой. Если вам предлагают, ну допустим, по тем временам 300 долларов, это были большие деньги, 300 долларов вам предлагают за что-то, что вы делаете обычно, вот каждый день, обычные какие-то ваши дела, или за какие-то сверхусилия, что вам после работы нужно 2 часа еще, значит, в тяжелых условиях куда-то добираться, там что-то сделать, но за это 300 долларов. Вот за что вы примете с большей вероятностью и удовольствием? Ну из 800 человек больше 700, сказала, конечно же, за сверхусилие, потому что иначе в этом есть какая-то подстава. Подвох, подвох. За это явно потом... Или я вам скажу больше свое, я человек вашего бухгаля не поэтому, ну что-то придется расплатиться где-то потом. Да, то есть точно совершенно где-то спросится за это. Это потому что несправедливо же. Да. И вот дальше начинается, спасибо, что вы сказали это слово, а не я, слово справедливость. Потому что что такое справедливость? Когда есть, помните, там же такие весы у нее, что на чашу весов, что она с чем сравнивает? И ведь справедливость может быть, что ты прекрасный человек, что ты влияешь на мир и делаешь его лучше. И заодно это тебе уже, ты достоин того, чтобы получать любые земные блага. Но человек так об этом не думает. Ему кажется, что надо все именно тяжелым трудом заслуживать, себе в чем-то отказывать. И тогда он будет какой-то благородный иметь вид. И я придумала метафору. Говорю, ну хорошо, вот есть же такие отели all-inclusive, да? Но если в этот отель пустить инженера откуда-нибудь из 1976 года и не рассказать ему правила пользования отеля, ну так вот во времени его перекинули, он будет ходить каждый день брать яйцо вкрутую одно и кипяток, и черный хлеб. Да, и заваривать чай, привезенный из масла. Краснодарский пайф. Его будут уговаривать, ну смотрите, тут вот рыба, тут десерт. Он говорит, нет-нет, что вы, что вы, уйдите, уйдите от меня. Потому что он будет ждать, что его заставят расплачивать. Да, и потом, когда ему в конце уже говорят, ну что ж такое, это же было все включено, он не верит в это. Ему кажется, что такого не может быть. Ну такая вот мировоззренческая идея, непроверенная теория, значит, теория, что за все надо платить. Да. Ну хорошо, вот вам другая мировоззренческая идея, такая же непроверенная. А что, если вы уже самим фактом рождения в этом теле, вот в эту реальность, в это время купили билет all-inclusive, и вам можно пользоваться всем, что вам предлагают. И вот это очень важно. Наша культура построена на том, что огромное количество людей любят давать. Да. Вот сейчас же Новый год. Вот еще очень простой вопрос тоже. Вы что больше любите, дарить подарки или получать? Дарить. Дарить. Ну конечно. Нет, дарить подарки дико приятно, я не спорю. А когда вы дарите подарки, вам же приятно, когда человек им радуется. Конечно. Я ради этого дарю подарок, конечно, чтобы увидеть, что человек говорит, как ты угадала, как ты знала, откуда ты такое нашла? И тогда это значит, что если мы не радуемся и не любим принимать подарки, мы лишаем тех, кто дарит, вот такого удовольствия, жаденый мы. И Вселенная в том числе любит, возможно, радоваться. А ты заметила, какой красивый я нарисовал сегодня закат тебе в подарок? А ты заметила, как классно прямо в аэропорту, прямо перед тобой открыли новый вот этот вот, где паспортный контроль. И ты раз, и туда второй вместо этой всей большой очереди. Ну, классно же. А ты заметила, как ты легко вообще совершенно доехала без пробок, когда говорили, что в Москве пробки 8 баллов, а у тебя ни одной не попало. И тогда ты говоришь, точно это же мне подарок, спасибо. Вот такая история. Если вы будете радоваться чудесам, которые происходят в нашей жизни каждый день, с вами, с другими людьми, вот вы прочитали, что надо же, вот действительно там человек взял и нашел случайно на улице там объявление, сорвало его с подъезда, куда-то и принесло, а там было написано, что продается квартира вот в этом доме, в котором он давно хотел жить. Он такой, ну, все равно же наверняка там это бешеные деньги, но думает, раз мне к ногам его принесло, может быть, позвонит, и оказывается, что вот ровно столько, сколько у него есть. Это реальная, кстати, история. Вот эти маленькие моменты счастья, да, и начинаешь их замечать. Не могу не коснуться, хотя это довольно серьезная тема, но, может быть, чуть-чуть краешком. А где грань между вот мне можно все и я нарцисс? Потому что мы же знаем такие экземпляры тоже, как бы людей, и я их вижу, они наше поколение страшно возмущают, это, наше, оно в другом поколении больше проявляется. Я думаю, что возмущают не только неприспособленности к жизни и отсутствия вообще какого-то критического мышления, но и тем, что там есть невероятный порог того, что можно. Да, а мне нельзя при этом. Потому что, если ему можно и мне можно, то это не возмущает. А возмущает, типа, я себе вот запрещаю так себя вести, а этот гад себя именно так и ведет. Да, но они считают, что просто не то, что мне можно, как бы только мне и можно. И вообще, вселенная мне немножечко должна, и как-то не доложили. Вот, и вот тут есть разница. Значит, есть люди, которым просто можно, и они позволяют себе что-то делать, и обратная связь от мира такая, что никто от этого не страдает. Ну, например, вот мне, будем считать, что я такой, как вы говорите, нарцисс, с точки зрения некоторых людей, потому что мне регулярно пишут, да как вы можете в таком возрасте так ярко красить волосы? Что это такое пестрое? Сейчас вот у меня они рыжие, иногда бывает разноцветные. Что вы себе позволяете, позволяете, да? И вот это означает, что я себе позволяю, а человек нет. И человек требует, чтобы я вернулась в его ограничиванный маленький мир из моего большого широка. Чтобы ему было поспокойнее. Чтобы он понимал, что он не зря себе отказывает, что он себе в этом отказывает, потому что так надо всем. Он просто не может себе этого позволить. И вот это очень интересная штука, потому что вот эти вот раздражения на кого-то показывают, что где-то наш уровень можности нарушен. Что-то нам такого нельзя, то, что мы так решили. А второй тип нарциссов, как вы их назвали, это когда у них претензии к миру. Вот претензии к миру – это то, что Вселенная точно не любит. Когда вот тебе недодали, как тебе кажется, и ты хочешь сказать, ах вы тут тоже мне, что за погода дурацкая. Вот это прямо обычно. Я очень веселюсь, тоже наблюдаю, как обратную связь мгновенно Вселенная выдает, когда к ней высказывают вот такие люди претензии. Небо недостаточно голубое, и вот это всё, о, там сразу же мгновенно ответ приходит обычно. Понимают ли это люди? А вот это, кстати, ещё один очень интересный феномен нашего общества, что мы, значит, замечаем, когда что-то не работает, а когда что-то хорошее, мы вообще ещё 30 раза подумаем, сказать хорошие слова или нет. Да. Потому что хорошее воспринимается как должное. Да. Поэтому у меня вот есть книга «Брать, давайте наслаждаться», там прямо есть задание такое, такое вот, пойдите и сегодня же напишите, вам ничего не стоит, есть же куча всяких отзывиков там разных сайтов с отзывами, напишите производителю, который вам нравится, гречка вот этого производителя, или там вы любите именно вот этот йогурт или именно вот это вино, напишите им на сайте. Ребята, спасибо вам большое за то, что вы делаете такие хорошие продукты. Если вам нравится, как радиостанция работает, какую она ставит музыку, напишите им. И вот это ведь ничего не стоит с точки зрения времени, ворчать дольше будете. Это вот такой микроподарок, но он важный. И тогда ты опять же живёшь в мире, который лучше устроен, в мире, где хорошие люди, хорошего качества товары, приятные продавцы, я не знаю. Вот. И это очень интересно, когда ты начинаешь понимать, что ты свою вселенную формируешь из причинно-следственных связей и фокусов твоего внимания и принятых решений. Мы же вообще живём все в той вселенной решений, которые мы приняли вчера. И сегодня мы в результате этих решений живём. Вот это если вам не нравится, ну начните принимать другие решения для этого, как вот Юль, собственно, сказал, веру туда, в качестве компаса. Слушайте, ну давайте вернёмся теперь снова к тому, как загадывать, и как исполняются желания. Как нужно формулировать желания? Кратко или максимально, не знаю, подробно? Я считаю, что кратко ты можешь сформулировать тогда, когда ты уже очень давно и долго подробно на эту тему думал. Потому что иначе получится, что опять чего-то не хватает. Как в фильме «Ослеплённость желаниями». Там такой есть фильм, где всё время исполняется формально то, что он сказал, его желания, но какие-то очень важные пункты раз и ускользнули. Поэтому здесь, конечно, чем подробнее, тем лучше. И первый пункт очень простой. Желание должно быть сформулировано позитивно, без «не». Откуда я хочу уйти, не что я хочу прекратить, от чего избавиться, а к чему я хочу прийти, куда, что я хочу получить. Это же надо подумать, когда ты говоришь, что ты хочешь бросить курить. Это на самом деле, чего ты хочешь-то? Что это? О чём это речь-то? Ты хочешь чего? Когда ты хочешь, чтобы у тебя работа была не такая хреновая, как предыдущая, а какая? И вот это прям включи мозги, пособирай информацию, спроси себя. Второй пункт очень важный, чтобы ты это формулировал относительно себя, что ты будешь видеть, слышать, чувствовать, что с тобой должно произойти. И вот это очень интересный момент, потому что это, опять же, про честность с собой. Иногда уходят годы на то, чтобы сформулировать по-настоящему чётко, что ты для себя хочешь, если в глубине души. А вот такие желания, например, как вот если я хочу квартиру, например, или машину, вот здесь очень важно ответить себе на вопрос, чтобы что? Чтобы что? Чтобы как себя чувствовать-то с ней? Или машину купил, ездить боюсь, стоит во дворе. Значит, ты не хотел машину купить, ты хотел в ней ездить, наверное. Давай ты сначала научись ездить, научись кайфовать от этого. И, может быть, не на своей, может быть, перепробуй кучу разных машин, и найди ту, в которой у тебя самое полётное чувство. Вот мы начали говорить про любовь, и я думаю, что эта тема особенно важна, как её формулировать, именно то, на чём вы сакцентировали внимание, что нужно тоже представлять себе свои чувства и свои эмоции. Потому что, например, скажем, многие женщины хотят устройство в своей личной жизни, видеть того, чтобы выйти замуж, чтобы это была семья, чтобы это было какое-то гнездо, и дальше, чтобы он зарабатывал, чтобы он был достаточным. И при чём тут любовь? Я думаю, что здесь ответ на этот вопрос очень простой. Давайте определимся, как говорится, это цель или это чудо. Если цель, то цель очень простая, и ты действительно выписываешь критерии, какой тебе нужен человек, для чего, какие отношения тебе нужны. И это очень рационально, и ты, собственно, ищешь и находишь, где такие люди водятся, и там с ними встречаешься, общаешься, и всё время проводишь анализ, что совпадает, и говоришь, дорогая вселенная, вот такие настройки реальности, пожалуйста, сохранить, а вот это давайте заменим. Хорошо, хороший человек, но алкоголик. Значит, вот качество хорошего человека сохраняем, а в следующий раз, пожалуйста, пусть он будет спортсмен, например, и я понимаю, что я вот такой хочу образ жизни вести. А если я считаю, что любовь – это чудо, и такая ценность божественная, которая вот дар такой, да, есть же и такая версия, тогда я просто говорю, что вы сами там, пожалуйста, я вам доверяю. Я не знаю, какой это должен быть человек, но я с удовольствием приму этот дар, этой взаимной, прекрасной любви. Я не знаю, это будет любовь, которая приведёт к семье, или это будет любовь, которая приведёт к детям, или это будет любовь, которая приведёт к стихам. Я не знаю, но это дар, и я готова его принять. Потому что вот это же очень такое, опять же обобщение, и каждый понимает по-своему, но не даёт своей душе потрудиться, чтобы сформулировать, чего я хочу-то. И вот этот вопрос может быть как раз для работы на год. Предлагаю начать загадывать желание на 2025 год. То есть прям как режиссёр, который из маленьких эпизодов жизни должен скроить такой большой фильм о том, чего же ты хочешь. Потому что если это общие слова, хочу успеха, любви и счастья, это вообще непонятно. Понятно что играть актёру, как говорят режиссёры и сценаристы. Что такое счастье? Всё вот из этих эпизодов. В каких эпизодах я хочу оказаться? И может оказаться, что вот как собственно в фильме-то «Москва слезам не верит» произошло. Там же произошло, что она получила то, что хотела, но вообще не так. Человек по статусу вообще был не тот. Вот. Но внутри-то она же чувствовала себя именно так. И вот это когнитивный диссонанс, когда ты пытаешься сравнить то, что я считаю правильным, и то, что я чувствую. Потому что это же тоже очень известная история между умом и сердцем, да, как их подружить. Вот я предлагаю заняться этим не спеша, спокойно, на разных уровнях глубины, собирать вот эти эпизоды и таким образом настраивать свою систему восприятия. И находить вот именно это. Вообще, мне кажется, тоже, как ни странно, проблема современного человека в том, что… А может, и не только современного человека. В том, что люди, наверное, мало себя в целом анализируют с точки зрения того, чего я хочу. Да. Потому что это определённая работа души. И на мой взгляд, это и есть взросление, взрослость. Когда у тебя присутствует рефлексия, как вы говорите, критическое мышление. И по отношению к себе в том числе. Вот по отношению к себе, мне кажется, у многих западает. Конечно. Это очень понятная история, потому что мозг стремится экономить энергию. Всё время в автоматический режим, в автопилот. Ну, нормально абсолютно. Мы же к этому привыкаем, что мы можем не глядя писать, там, везти машину автоматически. Вот тебя спрашивают, а ты сейчас на какую педаль нажимаешь? Не знаю. Я в этот момент вообще думала про то, куда мне поехать следующим августом. Но если ты начинаешь задумываться, что, а возможно, есть другой уровень жизни, на который я хочу прийти, кто сказал, что я должен вот так вот жить-то, тогда надо задать вопрос действительно себе, а что мне нравится, а что мне не нравится, а что я хочу, о чём я мечтаю, но считаю это невозможным. А дальше запятая, а точно ли это невозможно? А вдруг можно поизучать других людей, теорию невероятности посмотреть. Но бывает же, что везёт. Мне недавно написала в соцсетях одна девушка, она говорит, что со мной произошла совершенно волшебная история, когда я была подростком, я жила очень бедно, у нас семья жила очень бедно, и приезжала в наш город маленький, приезжала крутая рок-группа, я очень хотела на их концерт. Но билеты стоили дорого, но я очень туда хотела, прям очень сильно. И вдруг я увидела в грязи, на земле, прям в грязи, в осенние, прям в луже валяется билет на концерт этой группы, один, смятый. И я, говорит, подумала, что он, наверное, или у кого-то выпал из кармана, или кто-то может его выбросить. Я, говорит, себе прям представила, что, например, молодой человек девушку приглашает, она такая, да катись-то со своим билетом. Но я, говорит, его нашла, я его пришла домой, принесла, погладила, значит, всё, и сходила на концерт, до сих пор поверить, говорит, не могу, как такое вышло. Но когда я пришла домой, мне дома устроили жуткий скандал, потому что они подумали, что я украла эти деньги, а я его нашла. Поэтому, если вы очень хотите, не ограничивайте вселенную, она очень разными. Подкинет. Да, очень разными путями может вам подкинуть то, что вы так сильно ждёте. И не думайте, что оно будет именно там, где вы точно решили. Ну, вот, кстати говоря, и давайте коснёмся того, как реагировать на сбывшееся желание. Потому что загадывать-то желание мы все гораздо, я бы так сказала. А заметить, что оно сбылось, и как с этим обращаться? Ну, во-первых, конечно же, радостью и криком «Ура!». То есть это очень важно показать, что я заметила, ура, моё желание сбылось. Даже если оно сбылось не так и криво, и так бывает часто, что оно там сбылось ровно так, как загадано. Ну, например, ты не загадывал легко и радостно, оно сбылось, но тяжело. Или, например, там ты не загадывал, чтобы там за это ещё и деньги платили, ну и не было их там, извините. Да? Но ты всё равно говоришь, ура, моё желание сбылось. А что значит, вы употребили такие слова, что, мол, если ты не загадывал легко и радостно, то тогда, может быть, оно исполнилось тяжело. А это что, прямо надо обязательно приставкой делать? Конечно. Почему? Да ровно потому, что, вот представьте себе, сейчас вот нейросети всякие, да, захватили, есть Яндекс. Вот что ты вводишь в поисковое окошко, то с тобой происходит. Мозг твой именно это и замечает. Это вообще к любому желанию, просто в качестве, так сказать, как сказать, это гигиенические. Да, профилактика. Профилактика, да. Легко и радостно дописывать. Хочу сделать загранпаспорт, легко и радостно. Хочу поехать в отпуск, легко и радостно. Я бы даже сказала, хочу вернуться из отпуска. Легко и радостно. Легко и радостно в прекрасном настроении. Потому что некоторые люди вот эти длинные новогодние каникулы используют для того, чтобы все отношения со всеми испортить и со здоровьем собственным в том числе. Да. Поэтому хочу, чтобы я из этого новогоднего, вот этого длинного-длинного-длинного марафона вышел в самом лучшем бодром ресурсном состоянии. Потому что самые большие шутки-то это когда, тоже из моей жизни был такой смешной пример, когда я там увидела, это 90-й год был, 9-й, наверное, я увидела дико красивую машину, спортивную оранжевую. Говорю, ой, какая шикарная машина, хочу такую машину. А со мной рядом мой сатренер ехал, мы с ним вместе ехали вести тренинг. Говорю, да, можно, загадай желание. Говорю, нет, но я не хочу ее покупать. Я хочу, чтобы мне ее подарили. Вот хочу, чтобы мужчина, говорю, мне ее подарил до конца года. Сроки тоже важны, кстати. И говорю, вот легко и радостно. И это все, что я сказала. И вот у нас, значит, 28 декабря корпоратив на нашей работе, и мой как раз вот этот самый сатренер приходит и приносит всем подарки и киндер-сюрпризы. Ну, так всем. Я достаю киндер-сюрпризы. В нем, знаете что? Вот такого размера оранжевая спортивная машина. Мужчина подарил? Подарил до конца года? Да. Оранжевая? Да. Спортивная? Да. Машина? Да. Все. Вот как сформулировала, так и получилось. Слушайте, какая-то вселенная у нас очень... Шутница. Казуистически подходит. Это правда. А знаете почему? Потому что она говорит, человек, ну задумайся уже, ну ты выбираешь по акции под идеальники, там, не знаю, или сок, выбираешь по акции более внимательно, чем относишься к своим желаниям. А как вы думаете, правда, ну вот вы, если бы загадали там, я не знаю себе, оранжевую ламборджини, и что, появилась бы? Я не знаю. Она мне никогда не была нужна. Ну, то есть, для это же надо тоже не врать себе. Да, но когда я, у меня ровно волшебным образом абсолютно вот таким вот появился на Ольхоне, я очень хотела на острове Ольхон, очень хотела участок. И он у меня там появился. В итоге я его купила. И построила даже там купол, вот такое пространство, тренинговый центр. Но абсолютно это было невозможно и нереально, ничего не предвещало, ни денег у меня таких не было. Но они откуда-то, вот каким-то образом, так или иначе взялись за это время. То есть, речь идет еще о том, что на самом деле исполняются те желания, которых мы на самом деле хотим. Да. И на которые есть энергия, с чего мы и начали. Это тоже еще одна волшебная совершенно история. Мне же люди их присылают. Я обожаю коллекционировать вот эти вот реальные истории. Значит, мужчина мне пишет, говорит, Таня, хочу, чтобы у вас пополнилась вот эта история ваша волшебная. Значит, я работал в казино. Довольно хорошим менеджером там все. Потом казино закрыли в один момент. Я осталась без работы, без всего. И искала работу. Ну, тогда все работники казино оказались на улице. Очень много народу искала работу. И вдруг неожиданно один из моих бывших там клиентов, который постоянно там ко мне ходил такой богатый человек. Сказал, слушай, я недалеко от Анапы купила, в общем, себе дом. Давай поживи там. Надо жить в этом доме, там поддерживать. Ну, хозяйство, да, я буду приезжать туда, ну, будешь таким вот администратором дома. Ну, чтобы там газ, за всем смотреть. Он говорит, ну, да-да-да. Я говорю, хорошо. И я, говорит, вот уже полтора года живу жизнью своей мечты. Я живу в шикарном доме на берегу моря. У меня огромная прекрасная собака, шикарный тренажерный зал, кинозал у меня. У меня просто все. Хозяин приезжает туда на три недели летом. Все остальное время я там живу. И я поняла, что я до этого все время думала, что чтобы жить жизнью мечты надо дом купить. А на самом деле все оказалось ровно наоборот. Что я получаю очень маленькую зарплату, но она мне не нужна. Я живу той жизнью, о которой мечтал, получая большую зарплату и не мог этого позволить себе. Ты представляешь, говорит, какой вообще интересный парадокс. Да, это вот история, собственно, тоже про то, что важно суть желания. Вам шашечки или ехать? Поговорим про метафорические карты, которые есть у вас. Что, конечно, для психолога, может быть, для многих это будет некоторым шоком, что вы придумываете эти метафорические карты. Это очень популярные в мире психологии, это прям целое терапевтическое направление есть. Давайте объясним, в чём суть, почему они так популярны. Ну, давайте тогда сейчас плавно перейдём к ним, потому что они-то, собственно, тоже родились, мои конкретно, именно из игры со Вселенной. Когда я очень любила, вот когда загадываешь желание, понятно, но нужны же какие-то дорожные знаки, туда ты двигаешься, не туда, что будет происходить, где взять ресурсы. Я очень люблю читать надписи. На сумках надписи, на одежде, на стенах, на витринных магазинов. И ты их не замечать можешь годами, а потом раз, и вот, когда у тебя появился вопрос, ты начинаешь смотреть наружу, в поисках подтверждений и находишь. И может оказаться, что там девушка идёт, а у неё на сумке, например, написано, всё будет хорошо, в крайнем случае, очень хорошо. То есть это что-то такое, что придаёт тебе сил для принятия решения. Ты сомневаешься, у тебя компас вот туда-сюда гуляет, а ты раз какое-то утверждение снаружи поймал, и оно тебе развернуло целый набор ресурсов. То есть ментафорические карты, которые появились и у вас, и вообще в мире психологии популярны, это тоже такой доступ к собственному подсознанию. К собственному подсознанию, конечно. То есть то, что мы блокируем себя, будучи взрослыми, ответственными, перегруженными вот этим серьёзностью, то вот эта карта, это некоторое такое создаёт тебе игровое поле. Да, но которое тебе подсвечивает те решения, которые ты хочешь, возможно, на самом деле. Которые вызрели даже уже внутри, но просто ты не очень готов в них признаваться. Да, или даже никогда не задавался этим вопросом, что для тебя это важно, например. Поэтому давайте сыграем. Я о чём, собственно, об этом рассказываю. Давайте возьмём колоду карт. И у вас много этих разных колод. Да. Самых разных. Это какая-то новенькая колода, да? Нет, старая называется ресурсная. Тут все ответы хорошие, чтобы не было плохих. Новый год. Новый год, конечно. Поэтому, значит, я вот её могу так вот тасовать и предлагаю сыграть вот так в игру, например. Давайте каждый загадает себе какой-нибудь вопрос. Например, что меня ждёт в новом году, на что обратить внимание, что будет самым большим ресурсом, благодаря чему мои желания сбудутся, да? Да. И выберите цифру 1, 2, 3 или 4. Так. Так? Значит, всё. Дальше вы мне скажите в какой-то момент стоп. Хорошо. Да, хорошо. Стоп. Для тех, у кого цифра 1, вот такая карта. Вот так. Твои мысли. Твои мысли реальные. Это номер 1. Да. Для тех, кто выбрал цифру номера 1. И знак бесконечности. Так что ваша задача вот в течение года обращать внимание на эту идею. Не знаю, что вы будете в связи с этим делать. Может быть, вы там на тренинге будете ходить или наоборот. Просто помни, что не надо думать всякую гадость. Как в анекдоте про ангела, который стоит за спиной у человека в автобусе. А тот говорит, ой, жизнь серая, жена дура, работа отвратительная, деньги, зарплата нищенская, скучище. Ангел говорит, такие желания каждый день одни и те же приходится исполнять. Так что помните, что ваши мысли реальны и что-нибудь другое думайте, да? Так, стоп. Вот для тех, у кого 2. Значит, вот такая карта. «Важно то, что есть сейчас, нужно то, что будет завтра, делай, пробуй каждый час, сколько брать, ты сам дозатор». Вот такое стихотворение. Вот какая хорошая карта для тех, кто загадал номер 2. Лот номер 2, чувствую я себя. Для тех, у кого номер 3, давайте тоже в какой-то момент не забудьте. Стоп. Будь создателем, так и говорят. Офигеть! Это была моя карта. Те, кто присоединяется к номеру 3, будь создателем. И для тех, у кого номер 4, сейчас Юля тоже мне скажет какой-то майнстоп и всё. Страх тебе-дох, тебе-дох, тебе-дох. Да, да, да. Стоп. Если захочу и мир переверну. Вот это да! Это какие-то надписи в аэропорту, по-моему. Номер 4. Вот какие. А вот у меня наверху тут вот эта карта, у неё есть история, это прямо из моей жизни, я её фотографировала. Это было на третьем транспортном кольце, вот эта картинка «Сердце больше рубля». Эта история была удивительная, очень трогательная, когда мой сын занимался спортом, фехтованием, и он меня попросил, говорит, мам, ты знаешь, мне очень волнительно на соревнования по России, меня, значит, выдвинули, мне надо идти ехать туда, а ты можешь поехать со мной? Мне нужно очень, твоя поддержка. А у меня, это было выходные, а у меня довольно много лет был такой режим, когда я все выходные работала всегда, а надо было ехать в субботу. Я говорю, у меня же тренинг. Он говорит, ну да, я понимаю, я без особой надежды, но мне бы очень нужно было бы, я очень волнуюсь, мне было бы классно, если бы ты со мной поехала. И я, это он мне по телефону сказал, я сижу в машине, попадаю в пробку, вот ровно на Варшавском, над Варшавском шоссе, на третьем транспортном кольце, и вдруг вижу вот эту вот граффити огромного размера, чтобы вы понимали, она, то есть видите, какого размера дом, да? Огромного размера, вот эта вот штука, сердце больше рубля. И я прям начинаю рыдать, думаю, что за жизнь такая у меня, что я вообще за такая вообще мать? Если я не могу, там, собственный ребёнок раз в жизни меня попросил с ним поехать на какое-то значимое мероприятие, а у меня тут какой-то тренинг, и я уже собралась звонить, и тут наоборот, они мне звонят и говорят, извините, пожалуйста, Татьяна Владимировна, у нас вот наш руководитель, там сейчас вот его вызвали в министерство, мы не можем в эти выходные, мы понимаем, это наша вина, поэтому мы там переносим на другое время, деньги мы вам заплатим, а вы, пожалуйста, к нам в город не приезжайте. И вот это было для меня тоже про теорию невероятности, что я так сильно хотела к ребёнку на соревнования, что Вселенная каким-то образом... Ухитрилась людей не сохранить. Да? Ухитрилась так, что ещё и не я за это ответственная была, да, то, что ещё это по их, собственно говоря, было в вине. Я поехала на соревнования и была очень рада, но вот это вот я успела сфотографировать, а через день уже не было, это её уже замазали. Это очень классно, мне кажется. Это магическая совершенно вот эта карта, магическая история. Я, кстати, удивлена, что у нас, это тоже интересно, что вот вы же видели, правда, никакого мухляжа не было, я просто их тасовала, Юлика останавливала, они все про то, что ты хозяин своей жизни, своей реальности. Если вы думаете, что-то все, например, улыбнись, тебя обнимают, лучик и солнышко любят друг друга, твоя улыбка больше, чем просто приятно, да, никаких ругаться, только веселиться за то, что вы понимаете. А у нас всё как раз про мысли, про то, что ты за это отвечаешь, если захочу, мир переверну, будь создателем, твои мысли реальны. То есть вот ровно, ну и длинные стихотворения, которые не будут... Но оно тоже про это, что ты сам дозатор, давай... Про то, про что мы только что с вами разговаривали. Ну, красиво, я люблю вот эти красивые такие штрихи. Это очень весело жить в таком мире, где присутствует волшебство. Мир, конечно, вокруг немножечко расстраивает нас. Мир что-то такое делает с нами, и мы на это каким-то образом отвечаем. Мир не может нас расстраивать, потому что он нам ничем не обязан. Ну да, мы сегодня говорили с вами о той области желаний, которые, да, можно оставаться взрослыми, мы знаем, как это делать, а можно иногда себе позволять быть детьми. Но в том числе это соприкосновение с ребёнком внутри самого себя и с тем, чего ты на самом деле хочешь, это тоже какая-то очень важная часть жизни. И вот мы сегодня обсуждали, как это делать. И надеюсь, что этот наш с вами разговор поможет всем загадать желание, но может быть не только на 25-й, как вы рекомендовали, но и на 24-й тоже. К 25-му мы будем теперь очень подробно готовиться, но и с 23-го на 24-й загадаем какие-нибудь классные желания, и чтобы они у нас у всех сбылись. Таня, спасибо большое. Было, как всегда, прекрасно разговаривать, интересно. Надеюсь, поскольку это наша такая добрая традиция, надеюсь, и в 24-м году мы снова с вами встретимся. Давайте загадаем это желание легко и радостно. Субтитры подогнал «Симон»!